На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. На Купенском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового. На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз неподалеку от Новосергеевки, Макеевки, Невского, Тернов, Торского, а также Серебрянского леса. На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Орехово-Василовки, Выемки и Переездного. В общей сложности произошло 8 боестолкновений. На Краматорском направлении коферы атаковали 30 раз в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Временного Яра, Белой горы, Ивановского, Богдановки, Клещиевки и Андреевки. Торецкое направление. Здесь враг совершил 16 атак неподалеку Северного, Торецкого, Нью-Йорка и Железного. На Покровском направлении наши защитники отразили 43 штурмовых действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозавадская, Прогресс, Новоселковка-1, Волчья, Яснобродовка, Уманская и Калиновая. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки. На Кураховском направлении силы обороны отразили 17 атак у Красногоровки, Георгиевки и Поросковеевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Ореховское направление. Здесь оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Произошло три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Работиного. На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха во время штурма наших оборонительных рубежей на левобережье Днепра. Ну а вот на Времевском и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжение следует...